Ну что, мои хорошие, привет! Что-то как-то свет, вроде день падает, непонятно. Собираюсь сейчас встретиться с девочкой, которая передаст подарок другой девочке, которая выиграла в конкурсе. Она, оказывается, рядом живёт из Новошахтинска, а подруга её в Ростове. Вот сейчас я передам ей подарок, который она выиграла, и она передаст ей. Вот я Марфа, блин, просто подъехала припарковаться негде было. Девочка подошла, и я даже не смогла с ней сфотографироваться, но она не просила, как бы я такая не предложила. И вообще, короче, подарок отдала, села это, а я влог ещё снимаю. Хотела вам показать её, чтобы, ну, может, привет кому-то передала. Короче, быстро передала и поехала. Деловая. А потом еду, думаю, глядь, я же влог снимаю. Ну всё, но она пишет сейчас, говорит, что ты самая лучшая, траляля. Не стала это говорить. Я, наверное, почувствовала. Так что привет передаю. Ну, да. Вот такая я деловая колбаса. Столько дел попеределали уже, да, Данечка? Ещё столько всего осталось. Ты покушал, да? Такое спасибо. Кстати, я слышала, что где-то за границей, вообще за столом, когда человек отрыгивает, это вообще, ну, принято у них, и это значит спасибо. А если он этого не делает, ну, как после еды, да, у нас отрыжка бывает. Если он этого не делает, то это, короче, неуважение. Вот такое я слышала, представляете? То есть, это поощрительно за столом отрыгнуть. Вот ты, сын, это у меня европейского склада, да? А ещё скажи, я просто маленький. Чё хочу, то и твари. Мы сейчас в сервисе делаем машинку. Хочется всё перед Новым Годом, честно говоря, успеть. Кстати, вон машинка наша. Здесь вот мне нравится, что можно смотреть. Да, там машинка наша делается. Тут мультики идут, чай, кофе сейчас буду пить, чай, чай с печенюшкой сейчас буду пить. Вот, то на машину, кстати, кому интересно, пять с половиной стоит это поменять. Масло, масляный фильтр, воздушный фильтр. Вот, и всё. Хотела видеорегистратор поставить так, чтобы он сразу включался, но я его забыла дома. Что ты заделаешь? Сын оспал, он только проснулся у нас. Нравится ему тут. Тебе нравится-то, да? Куда? Жопочка, ты куда? Смотри, давай, кино. Вот, и Новый Год, вы знаете, вот я чувствую, что у меня внутри какая-то тревога. Почему? Потому что я ни хрена не успеваю сделать всё перед Новым Годом. Почему-то хочется, нужно покраситься. Я собиралась сегодня краситься, но у меня мама простыла. Невестка, племяшка моя простыла, поэтому не могу им Деньку тоже оставить. Ну и вообще, что-то я так подумала ещё с вечера, что буду дёргаться вся, оставить малыша и дёргаться. Я привыкла только с мамой его оставлять, честно говоря, ещё ни с кем вот так надолго не оставляла. Ну и подумала, что, наверное, дома придётся краситься. В общем, хочется покраситься, хочется машину сделать, хочется налоги, все-всё заплатить. Вот. Ну, в общем, сегодня очень много сделала всего, что должна была. И остались ещё дни, нужно пробежать, всё успеть сделать. Вот. И я надеюсь, что СТУ успеет нам сделать, и мы получим загранпаспорт, потому что они до восьми работают, и тут, кстати, рядышком находятся. Мы тогда сразу-раз повернёмся, крутанёмся и... Вот. Да, Дэн? А что такое? Ну, что-то же случилось. Что случилось? Ты хочешь походить? Иди, походи. Что-то делать? Сейчас будем решать. Я уже не знала, как раз речь Дэнника. Он тут всё уже из сахара вытаскивает, уже печенюшки он убрала, потому что он их достаёт, разбрасывает. Так что вот так. Телек не смотрит. Дэнни, иди посмотри телек. Да. Да, да. Нам ещё здесь полчаса. Что ты будешь делать? Да. Полчаса. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Вот так вот, ясно? Дэнни. Да. Сделай фонарики, фонарики. Да. Фонарики, фонарики. Дэнни, скажи, скажи «да». Да. Скажи «да». Да. Скажи «нет». Эти мои сладкие. Сладкие. Скажи «папа». Да. Папа. Да. Папа. 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 Дэнни, скажи «папа». Да. Папа. Ну, ты умеешь же. Скажи «папа». Да. Скажи «папа». Папа. Папа. Скажи «мама». Мама. Скажи «мама». скажи да скажи нет да скажи нет 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 пришли домой короче я простываю вместо 40 минут два часа мы делали машину мне кажется они не успевали все время так принципе потом уже 5 минут оставалось уже закрыты были мы пошли за гран-паспорт оказывается надо его получать со свидетельством рождения я думала просто так дадут и все по фотке сейчас нам надо покушать мне надо переодеться в домашнее и выпить немесил я так-то его люблю пить когда простываю он сразу как-то действует быстро и вкусно так что похоже увидимся ножки мои у нас события привет кстати дэнни получил свой первый заграничный паспорт дэнни смотри будем выбирать куда лететь первым делом да все потрогал единожды а потом когда вырастешь потрогаешь я хочу безумно успеть все в этом году сделать меня прям вот все напрягает накаляет я не знаю почему но мне хочется все сделать вот самое страшное что надо успеть и что очень тяжело с ребенком делать это покраситься а это сейчас мне нужно все успеть быстренько до трех часов у нас осталось час час до трех два часа мне нужно съездить за игрушками мне нужно заплатить налоги и в принципе все а и коммуналку там кое-что заплатить и в принципе все и покрасить волос уложить его спать покрасить волос и я практически все сделала в этом году и прям чистая кристально чисто а еще видосы с вам вам парочку снять интересных и кристально чисто хожу в новый год чтобы он был вообще супер мега зашкал и вы чего вам желаю все побежала то сейчас не могу сосредоточиться хотела кстати сказать что у нас плюс 15 когда я выходила из дома и сегодня 27 декабря вы можете себе это представить лето ну что в этом есть зима как в европе и что я вижу мне сразу стало так страшно и вам сейчас покажу это просто что-то мега такое ощущение что там человек реально вот такое средь бела дня можно увидеть у нас место а что он еще умеет так ходит ауды и игрушка новая ну-ка будем сейчас смотреть какая ракета ты видал чё она умеет сейчас мы ее достанем сейчас достанем игрушку будем разбираться что же она у нас умеет большая такая ты видал вау там могут они спать и кухонька там а наверху что ухты там тоже места а здесь что а ну ка давай открывай как открыть как открыть знаешь о-о-о-о-о глянь и там можно залезть вот это да смотрите что я решила приготовить яишенку с колбаской с помидорчиками а денька чё делает денька с соплями мучается да зай вообще яичницу я ем очень редко даже более скажу, я ем исключительно только с мужем. Это любимое блюдо моего любимого. Он готов его есть каждое утро. Я вот с ним иногда ем, но это не каждое утро. Сейчас что-то захотелось. Готовить Лен. Мы болеем оба вообще. Всё, да. Мои трындецы. Я просто и сториз делаю, и всё делаю, и забываю иногда, куда что сняла. Да, мы пришли. Пришли на самом деле. Игрушку выбрали. Классную ракету в Елка, магазине. В Мегамаге, кстати, такой торговый центр огромный. Вот. У нас сопли просто с малым льют текой. Мы на пару с ним. И... Короче, я не знаю. Наверное, с видео будет немножечко задержки, потому что просто я покраситься. Не представляю, как. Если сейчас покрашусь, я ещё больше заболею. И, короче... В общем, хочу есть. Моя яшинка! Крошки мои. День следующий. Мы болеем. Голова болит. С утра вообще некомфортно. У малыша пока только сопли. Сейчас он спит. Я должна покраситься, потому что это единственное, что осталось в этом году, что нужно сделать. Хоть я больная, и это чревато тем, что я могу прослеть. У меня... Видите, что на голове творится? Чёрный, жёлтый и остался красивый. Вот этот вот цвет такой полярный. В общем, сейчас буду делать. Не знаю. Я смогу поэкспериментировать и, может, взять какие-то цветные прятки. Не уверена, потому что я не очень хорошо себя чувствую. И мне главное покраситься, чтобы было, как было. И вы всё увидите это. Вот. Пошла красить. Кстати, на моём канале 100 тысяч подписчиков. Чему я несказанно рада. И я бы танцевала и плясала бы. Но только я болею, поэтому эмоции мои сдержаны. Но, знаете, внутри я очень сильно счастлива. Люблю вас. Это самый лучший подарок на Новый год. Но я ещё об этом скажу 31 декабря. Ну что, я покрасилась. Конечно, не так, как в салоне бы. Меня покрасили, всё прокрасили. Но в любом случае, я смотрю в зеркало, мне нравится. Верчу головой, мне нравится. А значит, я красиво войду в 2018 год. Ну, а там уже разберёмся, когда отрастут корни. Мы продолжаем болеть. У нас уже кашель ночью появился. Мы теперь кашляем на пару. Дэня смотрит кино. Залез ко мне такой мальчик. Сидит зайчик. Я, кстати, сегодня пошла на кухню. А у нас столик там, ну, такой маленький для детей. Там нажимают всякие кнопочки. Он взял подушку. С такой сонной проснулся. Взял подушку. Подошёл к этому столику. Положил подушку. Сел на подушку попой. И начал тыкать кнопочки. Я смотрю, просто смешно. Лапа такая. Вот. Сегодня он махал рукой прям. Не просто вот так вот, как он обычно махает. Вот так там, да? Папе. А вот так прям. Одной ладошкой. Вот так. Потом я ему говорю, фонарики, фонарики. И он... Сын вообще волшебный у меня мальчик. Вот. Что ещё стал сделать? Самое главное я сделала. Эти волосы покрасила наконец-таки. И всё остальное я сделала уже. Осталось смонтировать вам этот влог. И 31 числа снять вам видео по желанию. Подвести итоги. И, в общем-то, на этот год мы всё закончили. А в следующем году я уже готовлю видео. Будет фикс прайс, будет алиэкспресс, будет, в общем, и батл такси будет. В общем, очень много всего интересного, нового. Январь у меня вообще расписано весь, я уже говорила, да? То есть не получится в Питер съездить, наверное, потому что я... Ну, не, наверное, а точно, потому что я приеду в Москву на два дня буквально по делам и обратно уеду. Вот. И, в общем-то, да, куча дел всяких интересных, важных. Так что это последний влог в этом году. Наверное, уже буду с вами прощаться. Да. Такое необычное ощущение. Почему-то везде я смотрю, наблюдаю за всеми. Говорят, что нет новогоднего настроения. У большинства людей нет новогоднего настроения. Почему, интересно, вообще? Может, просто они так хотят думать. Ну, как нет новогоднего настроения? В любом случае, когда везде ёлки, ты уже чувствуешь это новогоднее настроение. Может быть, оно просто плохое новогоднее настроение или хорошее? Хорошее новогоднее настроение, это когда ты ждёшь праздника, знаешь, что у тебя что-то ты уже придумал на Новый год. То есть ты в ожидании всего этого, да? А другое, может быть, плохое новогоднее настроение, это когда у тебя ничего нету, ты ничего не собираешься делать, планировать денег нет, ничего не успеваешь, вот что-то может быть типа того. Вот. Но в любом случае настроение новогоднее, оно есть. Хотя, может быть, подразумевается просто под новогодним настроением сразу хорошее настроение. Ну, оно же может быть разным, но точно новогодним. А у тебя есть новогоднее настроение? Ну, скажи. Есть ещё новогоднее настроение? Иди, мой сладкий. Всем свет, скажи. Всем свет. Папа. Да. Папа. Папа. Папа с нами будет. Папа с нами будет онлайн. Пока. Говори всем пока. Давай, заканчиваем влог, говорю пока всем. Пока. Смотрите, кто к нам пришёл. Я уже начала влог монтировать, уже смонтировала, вот это делала, и тут черныш такой заходит. Принёс нам лекарства, всякие там вкусняшки. Мы же до самого 31-го, 31-го, да, новогоднего? Привет. Ну, ты ещё в Таиланде, мы поняли. Посмотрите, какой черныш. Покажи свои руки. Положи. Да, это я пообгорела. Посмотрите на меня, на неё. Ну, да? Принёс, слушай, ну у тебя волосы повыгорели, да? Цвет такой светлый, старый. Мне очень нравится, кстати. Ну, такая красотка ты. Кому такая ягодка всё-таки достанется, а она кому-то или нет? Мы достанем тебя только хорошему человеку. Али кому не дадим. Так, чё, сейчас ты будешь всё мне рассказывать, покажет, что ты там привезла. Ты привезла то, что ты привезла, Таиланда? Всё, принесла три сумки, принесла огурцов тебя, куашиных. Так, короче, я тогда не выключаюсь, ещё сейчас мы покажем чё-нибудь. Пошли кофе пить. Кристина дала мне пакет и говорит, ты знаешь, что это? Вот вообще в голову ничего не приходит, что это. Вот я вижу палочки вонючки, да? Они там же. Может быть, это какой-нибудь шатёр, в котором нужны палочки вонючки, потому что они в одном пакете. Так, ещё здесь пакет, сейчас буду разбирать, смотреть. Глори джинсы что-то купила? Малому. Малому, гляд. И одни пакеты нам, что ли? Это мне для Оливье всё взяли. Я буду есть только оливье, потому что Малому что-то там взяли. Ах ты! Сейчас всё посмотрим. Вот я раскрыла, и до сих пор я не понимаю, что это может быть. Поэтому надо полностью раскрыть. В общем, крестик Нолик нам прислал кучу всего. Сейчас мы это распаковывать не будем. Здесь есть сладости. Я сниму отдельное видео по ссылочке из Таиланда. Тут всякие вкусняшки, блин, не достану. Короче, которые мы будем... Вот здесь вкусняшки. Которые мы будем вместе с вами пробовать. И прямо вот я не хочу пробовать, потому что вы знаете, что я люблю делать видео спонтанно. И как бы показывать свои... Показывать свои реальные эмоции. Вот. Сосадки там, ещё какие-то несосадки. В общем, много всего. Давайте спросим у Кристины, как всё-таки она время в Таиланде провела, да? Ну и чё, крестик Нолик, ну расскажи, как ты на самом деле провела в Таиланде? Ты первый раз туда ездила? В Таиланде я была впервые. Мне очень понравилось. Море шикарное, воздушное. Насколько я всегда боюсь плавать на Чёрном море, то там вода, конечно, шикарная, что скажешь. Просто супер. А ты влог снимала для нас? Сказка. Кое-что снимала, да. Буду монтировать скоро. Ух ты. Сейчас должна выйти. Скоро, да? Звезда. Ну блин, ну сейчас... Скоро. Ты попробовала какие-то необычные там вкусняшки? Я ела устрицы. Как тебе, кстати, устрицы? Ой, они божественные. Я просто люблю мидии очень. А поэтому они мне вот напомнили мидии. Ну, хотя это, наверное, ещё вкуснее. Да, устрицы, мне кажется, вкуснее. Я как раз хотела, чтобы... Ну, это на любителя всё. Вот с девочкой, с которой я ездила, ей устрицы не нравятся. Поэтому. Как у меня на голове. У тебя шикарно. У тебя, кстати, нету разницы вообще между корнями и цветом волосом основным. Тебе можно притонироваться, например, чем-нибудь. Я перед отрезом красила волосы. В какой цвет? В какой же русо. Светло-русо. Ну вот притонироваться чем-нибудь платиной какой-нибудь было бы хорошо. Но так тоже неплохо. В общем, если у вас будет возможность, я считаю, что стоит. Стоит запоехать, конечно, понравилось. Ты на английском что-нибудь выучила? Я английский знаю. Я общалась там с людьми. Ну-ка, скажи пару. Ласковых? Да. My little juice. Ты так общалась. Oh, my little juice. How much? How much is the fish? Ты рыбу в основном там ела, да? Да, танца. Поэтому how much is the fish? Да-да. Подходит. Короче, только обязательно берите с собой, если кто пьёт вино, берите вино. В основном как-то пиво у них там. И пьют на пляже пиво в основном. Ну, понравилось тебе. Ну, мы должны туда тоже слетать. Ух ты, какие ресницы у тебя. Да, это мне делала Алёнка. Ладно, красотка загоревшая, мы будем ждать твои новые видео с Таиланда. Кстати, Новый год же на носу. Чё пожелаешь? Ой, не напоминаю. Чё, у тебя в этом году и до Таиланда не было вообще совершенно Нового года настроения. Вообще снега, не знаю, впервые даже снега не хочется. Я сюда сейчас вот вернулась. У тебя плохое новогоднее настроение, да? Не плохое, его просто нет. Вот неплохо, нехорошо. Я его не чувствую, мне не хочется снега. У меня дома ничего не украшено совершенно. И мне как-то вот... Знаешь, почему нет новогоднего настроения? Не хочется вообще. Не украсила, потому что это ничего. И даже... А мне некогда сейчас будет украшать. Всё поднимает настроение атрибутика. Поставь ёлочку. Загори свечки. Сразу плакать хочется после этих слов. Почему? Не знаю, не хочу. Потом убирать это всё. Не, надолго останется как интерьер. Короче, мы ждём от тебя видео. А видео поздравления будет на 31 число? Ну, ты как президент? Да. Дорогие мои. Нет, ты на своём канале. Да, ты сидела, думала. Как это будет выглядеть, думаешь? Прекрасно будет выглядеть. Мы будем ждать твоих поздравлений. Хорошо. Ну всё. Ну что, вот Кристинка нас и покидает. Желаем тебе хорошо провести Новый год. Ты тоже с мамой будешь дома, да? Да. Или, может, вы куда с мамой? Ю-ху! Нет, вообще желания нет. Нет желания, да? Хочется как-то вот сегодня по-домашнему. Как будто сегодня Новый год. Да вообще Новый год. Не знаю, ничего не хочется. Но всё будет замечательно. Мы в январе уже увидимся, да? Да. Мы с тобой на связи, мы услышимся всегда. Ладно, всё, мы будем прощаться тогда. Всё, хорошего нам Нового года и всем хорошего Нового года. А мы с вами ещё увидимся. Желаю вам всё успеть в старом году. И в Новый год прийти чистыми. И новых вам свершений. Всё, что в 2017-м не произошло, пусть будет в 2018-м. Я желаю вам хорошего новогоднего настроения. Идём? Увидимся 31-го. Субтитры подогнал «Симон»